Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем цикл лекций, посвященных работе юристов в российских коммерческих компаниях и использованию права. Начнем мы свою лекцию с базовых определений и с того, как развивалось право. Право имеет более чем четырехтысячелетнюю историю. Один из первых письменных источников права – это большой свод законов, который называется «Законы Хаммурапи». Право тесно связано с появлением государственности, и царство Хаммурапи существовало в XVIII и XVII веках до н.э. Законы Хаммурапи были выбиты на огромной многометровой черной стелле и рассказывали о многих разделах права. Законы Хаммурапи говорили о том, как должно происходить государственное управление, как должен осуществляться культ. А также законы Хаммурапи говорили о том, как должны себя были вести бизнесмены того времени. Сам Хаммурапи говорил о себе замечательные фразы, которые с юмором можно читать сегодня. «Я Хаммурапи – царь справедливости. Мои слова отменны, мои деяния не имеют равных. Только для неразумного они пустое, но мудрому они созданы для соблюдения». Мы можем вспомнить статью 99 закона в Хаммурапи, которая говорит следующее. «Если человек дал человеку серебро в порядке товарищества, то прибыль и убыток, которые будут, они должны поровну поделить перед Богом». То есть та самая юридическая конструкция, которая используется сейчас, в начале третьего тысячелетия. Она уже работала очень много веков назад и говорила о том, что если люди действуют совместно, то они совместно делят свои прибыли и убытки. Настоящее действующее право, как и в России, так и во многих других странах, в значительной степени является результатом развития и переработки римского права. И в свое время произошло целое правовое явление, которое называется рецепцией права. И оно было в средние века, заключалось в том, что Западная Европа не разрабатывала собственные правы, нормы и институты, а фактически в полном объеме взяла для использования нормы римского права. Но в то же время римское право существенно отличалось от права западных стран и от многих отраслей институтов современного права. Так, например, в римском праве многое было посвящено религиозным гаданиям. И многие действия как властей, так и тех физических лиц, которые занимались бизнесом, были связаны с тем, что необходимо было получить, прежде чем начинать какие-то сделки, какие-то действия, необходимо было получить благословение боков. Это благословение богов можно было получить с использованием гаданий. Один очень известный писатель Торрентон Уайлдер в своей книге вспоминает такой, вернее рассказывает такой интересный эпизод, что великий римский полководец и государственный деятель Гай Юлий Цезарь в ходе своих военных действий в Центральной Европе получил проблему, которая состояла в том, что священные куры не клевали зерна, не клевали червячков, и тем самым войска не имели благоприятных признаков того, что битва окончится хорошо. Цезарь со своим помощником сходили в ближайший лес, набрали червячков и улиточек, и утром покрошив, подбросили их перед священными курами. И выстроив все войско, Цезарь мог показать этому войску, что куры очень активно клюют свою пищу, это было хорошее предзнаменование, и Цезарь смог таким образом выиграть Кёльнское сражение. Но, тем не менее, право с римского времени существенно поменялось, и одну из важнейших норм права мы можем увидеть на следующем слайде. Это норма нашей Российской Конституции, она посвящена такому известному направлению, как налоговые отношения. Соответственно, что говорит статья 57 Конституции? Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Это всего-навсего, это одна из тех четырех обязанностей, которые устанавливает Конституция для российских граждан. Что общего между архаичными нормами права, которые действовали несколько тысяч лет назад, и современным правом? Это строение права, то есть каким образом право сконструировано. Если мы посмотрим, что из себя представляет единица права, то есть норма права, то мы можем увидеть, что она состоит из трех частей. Это гипотеза, это диспозиция, санкция. Говоря более простыми словами, это можно определить следующим образом. Гипотеза описывает, при каких условиях это право действует. Диспозиция говорит, как именно нужно действовать, то есть что нужно выполнять. И, наконец, санкция – это последствия выполнения данного правила или невыполнения данного правила. Соответственно, санкции могут быть как негативными, вплоть до предусмотренных уголовным кодексом, и санкции могут быть позитивными. Это какие-то льготы, какие-то разрешения и какие-то значительные поблажки от властей. Для того, чтобы идти нам дальше, определим еще несколько очень важных терминов. В частности, мы говорили о том, что такое норма права. Несколько норм права в совокупности объединяются в институты права. Институт права – это обособленная группа правил, которые регулируют однородные общественные отношения. Мы все знаем, что в России у нас существует такой и реальный, и правой институт семьи. И институты, в свою очередь, объединяются в отрасли. Отрасль – это относительное самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правил, регулирующих специфический вид общественных отношений. Вы все, наверное, знаете много отраслей права, но в качестве примера можно упомянуть такую важную отрасль, как трудовое право. Необходимо остановиться на таком важном явлении, как эволюция и право, поскольку именно в России динамика законодательства является крайне напряженной, очень существенной. Как развивается право? Сначала в коммерческой деятельности компании выбирают какой-то своеобразный путь для того, чтобы осуществить свои сделки, необходимые им для получения прибыли. И в этих каких-то частных случаях формулируются частные правила. Когда эти частные правила оказываются эффективными, возникает в данной деятельности обычаи делового оборота, то есть какая-то устоявшаяся практика, но она еще не носит письменного характера. А уже из обычаев делового оборота постепенно формируются письменные нормы права, которые записываются в каких-то уже действующих письменных нормативных документах. После того, как у нас появляются письменные нормы права, они оказывают свое воздействие на отдельные случаи практики применения, складываются новые обычаи права, и таким образом этот процесс является не циклическим, а скорее этот процесс подобен некой спирали, которая поднимается все выше и выше. Значит, нам необходимо остановиться на тех проблемах, которые возникают при изучении права. Ну, можно привести такой некоторый интересный случай из моей личной практики. Лет 7 назад один достаточно известный генеральный директор крупной компании, у которого я в то время работал начальником юридического подразделения, в личном разговоре спросил меня, и вопрос его был следующим. Он сказал, я понимаю, что в компании делают бухгалтеры, я понимаю, что в компании делают продавцы, понимаю, что делают финансисты, но совершенно не понимаю, что делают у нас юристы. Хотя в это время в данной компании количество юристов было 17 человек в этом управлении. Соответственно, я испытал некое такое трудное состояние, но смог быстро ответить только о двух вещах, которые делают юристы, и которые очень важны для компании. Я ответил, что мы занимаемся налоговой проверкой, а потом пойдем, скорее всего, в суд. Этим должны заниматься только юристы. И второе, что мы занимаемся лицензиями, и эта задача тоже очень важна для компании. Но затем, когда я начал более детально изучать, то, чем именно занимаются юристы, я нашел еще достаточно много еще более важных вещей, о которых мы и будем говорить в наших последующих лекциях. А теперь мы остановимся на том, почему право сложно для изучения. Почему необходимо более тщательно отрабатывать какие-то прикладные аспекты права. Прежде всего, первая трудность в изучении права – это его большие размеры. Кроме этого, право еще сложно почему. Потому что в нем часто используются очень сложные термины. В свое время, когда я работал в страховой области, я припоминаю, что устраивал экзамен молодым юристам и спрашивал их, в каком порядке работают с клиентами страховых компаний андеррайтер, сюрвеер и аджастер, то есть специальные работники страховой компании. И, соответственно, многие юристы, имея юридическое образование, не отвечали на такой вопрос. Тем более, простому человеку всю эту очень сложную терминологию понять сложно. Соответственно, нужно ее упрощать для понимания. И третья негативная черта права, которая ухудшает процесс его понимания, процесс его использования – это очень большой динамизм, который присущ российскому праву. Здесь мы можем упоминать очень много интересных примеров из практики, интересных случаев. Ну, допустим, классический пример, как действует динамика российского права на бухгалтерии, очень простой. Дело в том, что многие люди в своей работе лучше понимают источники права в виде бумажных книг, чем в виде экрана компьютера с правовыми программами. И, соответственно, что получается для этих специалистов? Они должны физически эту свою книгу «Налоговый кодекс» два-три раза в год просто выкидывать, потому что «Налоговый кодекс» меняется очень часто. Если вы откроете официальное издание «Налогового кодекса», вы увидите, что целых две страницы, первые страницы налогового кодекса заняты упоминанием о том, сколько раз менялся налоговый кодекс. И, исходя из этой же отрасли налоговой, я могу вспомнить еще один очень интересный пример. Когда появилась вторая часть налогового кодекса, сам закон был принят нашими законодательными органами и утвержден президентом в августе месяце. Это была вторая часть налогового кодекса, где подробно описывались сами налоги, которые должны были действовать в нашей стране. Ну так вот, качество законов было такое невысокое, а динамика понимания законов была такая высокая, что вторую часть налогового кодекса исправили еще до того времени, когда эта вторая часть официально вступила в силу. То есть изменения во вторую часть налогового кодекса были официально утверждены в декабре месяце этого же года. Далее, мы должны остановиться на каком вопросе? Что для того, чтобы гражданам России, для того, чтобы работникам коммерческих компаний право стало более понятным? Его нужно упрощать. И о нем нужно рассказывать наиболее просто. Юристы сталкиваются с проблемой упрощения как минимум два раза в своей деятельности. Это внешняя проблема упрощения и внутренняя проблема. Внешняя проблема связана с тем, что клиенты юристов хотят выслушивать их консультации, их диагнозы каких-то проблем, их предложения самым простым языком. И юрист для своего заказчика должен все говорить просто и очень понятно. Но вместе с тем, есть еще и другая проблема упрощения. она связана с тем, что юристы должны знать очень много материала. И если материал, который относится именно к их базовой деятельности, к какому-то виду деятельности, виду бизнеса, они должны знать во всех мелких деталях, то некие смежные отрасли права, они должны знать хотя бы в базовых деталях. И в этом смысле, опять же, в их развитии, в их генезисе, они должны понимать смежные отрасли права в каких-то простых примерах, в каких-то простых понятиях и определениях. Теперь мы перейдем к следующей очень важной проблеме, которая напрямую влияет на деятельность компаний в нашей стране. Она влияет в том числе просто как позиция власти, поскольку президент Российской Федерации много раз говорил о том, что нужно привыкнуть жить по закону. То есть такова позиция властей. Но кроме этого, компании должны понимать, что такое законность, потому что если они начнут действовать незаконно, то тогда их бизнес может получить большие проблемы, вплоть до того, что эти компании закроют. И реакция государства и его отдельных органов на неправомерную деятельность, на незаконную деятельность может быть достаточно жестокой. возможно для многих будет неожиданностью узнать, что уже около двух лет в нашей стране действует очень тяжелая санкция, которая предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях, причем по многим статьям. Эта санкция говорит о том, что если предприятие нарушает какие-то отдельные нормы законодательства, то многие контрольные органы имеют право приостановить его деятельность на 90 суток. Тем самым данная компания фактически три месяца не будет работать, она три месяца не будет зарабатывать деньги, и тем самым вообще ее деятельность становится под большой вопрос. Но кроме этого законность еще нужно понимать потому, что многие поколения юристов воспитывались на той позиции, что в своей работе они должны главным образом быть сосредоточены именно на обеспечении законности. Хотя в жизненной практике это все становится не совсем так. Итак, законность. чтобы говорить о законности нам необходимо вспомнить, что говорят наши правовые источники о том, что такое законность. Статья 15 Конституции говорит следующее, что Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на всей территории страны, при этом законы и иные правые акты не должны противоречить Конституции. А все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане, их объединения обязаны соблюдать Конституцию России и законы. Если же мы будем говорить более простыми словами и вспомним определение из юридической энциклопедии, то законность это принцип точного и повсеместного исполнения закона. То есть компания во всех случаях, когда закон говорит о том, что что-то нужно делать определенным образом, должна это делать определенным образом. Законность в России испытала долгий и протяженный путь, весьма сложный. при этом нужно говорить, что и нужно знать, что в 20 веке законность менялась много раз, и она была очень разной. Законность была царской, самодержавной, потом была революционная законность, законность новой экономической политики, репрессионная, военная, законность развитого социализма, перехода к капитализму и капиталистическая. И все это время менялись основные понятия, основные идеи, лозунги и парадигмы законности в нашей стране. В России одних только конституций, то есть основных законов после революции 1917 года было целых пять. Это конституции 18, 24, 36, 77 и 93 годов. И мы понимаем, что если право и его базовые концепции менялись так часто, то люди, во-первых, уже не могут их запомнить, не могут их знать, и они с гораздо меньшей симпатией и пониманием относятся к этим правовым конструкциям. Советская законность складывалась тоже не самым лучшим образом. Дело в том, что чаще всего в столкновении законности и целесообразности побеждала именно целесообразность. Сейчас мы поговорим о том, как раньше понималась законность. Одно из базовых постановлений по этому поводу было постановление Совета Министров СССР номер 467. и в нем говорилось о том, что основные задачи юриста и юридического подразделения это укрепление социалистической законности. При этом начальник юридического отдела несет ответственность за соответствие действующему законодательству визируемых им проектов, приказов, инструкций и положений. а также других документов правового характера. При этом юрист-консульт, обнаруживший нарушение законностей в работе министерства, предприятия или их должностных лиц обязан доложить руководителю. Если же руководитель игнорирует этот доклад, то юрист-консульт в советское время был обязан доложить об этом высшестоящую организацию. То есть фактически он должен был сообщить об этом, можно даже сказать понаушничать, и высшестоящие руководители должны были рассмотреть этот случай нарушения советской законности. Теперь перейдем к более понятным и ярким примерам проявления советской законности. И здесь наверняка вы все уважаемые телезрители помните замечательную сцену с участием Глеба Жеглова, Шарапова и уголовника Кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя». Что же произошло в этом случае? Фактически руководящий работник милиции подбрасывает жулику, запугав его последствиями мнимого воровства кошелек и хочет из него под таким давлением получить очень важную и нужную информацию. Вы все помните эту сцену из фильма? Ведь потом очень долго Шарапов говорил Жеглову, что неправильно было так делать, что мы не имели права обманывать даже жулика, и мы не должны были применять по отношению к нему такие методы. Но вы помните и позицию Жеглова в очень сильном исполнении Владимира Высоцкого, который считал, что он должен пойти на любые целесообразные действия для того, чтобы бороться с преступностью в стране. И если главной задачей считать замечательную фразу Жеглова о том, что вор должен сидеть в тюрьме, то тогда естественно для целесообразности можно было нарушать закон и бороться таким образом с преступностью. Кстати, ни авторы книги, ни авторы фильма так и не довели этот конфликт до конца. Соответственно, и Жеглов, и Шарапов они остались при своих мнениях. И мы, как ранее советские граждане, а в настоящее время российские, так до конца и не поняли, возможно и нужно ли нарушать закон ради каких-то высоких целей. Правильно это или неправильно. Вместе с тем, в нашей прессе сейчас часто можно встретить рассуждение о том, что только в советское время ситуация с законностью является не очень хорошей. Но дело в том, что и в царское время ситуация с законностью в России была весьма негативная. И здесь можно привести интересный и сильный пример. Это тот пример, который был использован в большинстве учебников истории советского времени. Это случай с Верой Засулич. Итак, что же произошло с Верой Засулич? Это было в конце 1860-х годов. Вера Засулич была молодая девушка 19 лет. По своему социальному происхождению она была разначинкой, то есть человеком небогатого достатка. Несколько ее друзей исповедовали левые взгляды, то есть достаточно революционные, достаточно либеральные. И только на основании этого, то есть сама она не сделала никаких фактических действий против властей, то есть только на основании ее взглядов она была сослана на полтора года в ссылку. Соответственно, находясь в этой ссылке, Вера Засулич естественно еще только усилилась в своих левых взглядах и начала с большой симпатией относиться именно к революционерам и каким-то образом уже начала участвовать в их борьбе. В это время в столице царской России в городе Санкт-Петербурге произошел весьма неприятный политический инцидент. Одно из высших должностных лиц российской царской империи, это генерал-губернатор Санкт-Петербурга Трепов проводил инспекцию в одной из тюрем Санкт-Петербурга. По нормативным положениям того времени заключенные при виде большого начальника должны были снимать шапки. Но поскольку генерал прошел два раза мимо заключенных, на второй раз они этого не сделали и генерал-губернатор Трепов приказал высечь розгами того заключенного, который во второй раз не снял шапку. Это был заключенный по фамилии Добролюбов. Соответственно этот случай приобрел очень большую огласку и вся левая общественность страны и особенно Санкт-Петербурга столицы очень возмущалась таким нарушением прав человека. После этого Вера Засулич сделала следующий шаг, правда через достаточно большое количество времени. Через семь месяцев после порки Вера Засулич записалась на прием генерал-губернатору. На этот прием она взяла большой револьвер и в упор стреляла в одного из высших чиновников российского государства. Стреляла не совсем удачно, она в него попала несколько раз, но слава богу она его не убила. Соответственно этот случай был очень громким, это такое политическое преступление и дело о этом преступлении слушалось с участием присяжных заседателей, что было значительной новацией для того времени. При этом дело слушалось под председательством очень известного и сильного юриста, известного и в наши времена, это был председатель Санкт-Петербургского окружного суда Александр Федорович Кони. Блестящий юрист, блестящий теоретик, который написал достаточно много трудов, посвященных праву в России. И на этом процессе под председательством Александра Федоровича Кони Вера Засулич была оправдана. При этом по ныне действующему в нашей стране уголовному кодексу такое деяние считается тяжелым преступлением, попадает под действие статьи 205 и влечет до 20 лет лишения свободы. Соответственно Засулич была оправдана и несколько формулировок из этого процесса ну прямо-таки напрашиваются для того, чтобы мы их вспомнили. Кони говорил присяжным заседателям следующее быть может ее Засулич скорбная скитальческая молодость объяснит нам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойной, более впечатлительную и более болезненную по отношению к окружающей жизни и вы найдете основания для снисхождения. Засулич была оправдана присяжными заседателями и выпущена прямо из зала суда. И какие выводы мы можем сделать из этого примера? Это выводы о том, что законности в общем-то не было на протяжении всего этого случая. Сначала человека незаконно сослали в ссылку. Потом незаконно подвергли физическому унижению другого человека. И в результате на эти два незаконные акта девушка ответила другим незаконным действиям, а именно применением огнестрельного оружия. И наконец суд ее полностью оправдал, что тоже нельзя признать проявлением какой-либо законности. Соответственно и в царской России с законностью было не очень хорошо. И привычка соблюдать законы не есть привычка большинства российского населения. Об этом пишут как и наши желтые издания, об этом пишут серьезные юридические журналы, об этом пишут и иностранные специалисты. Теперь мы поговорим о том, что же такое на практике законность для компаний? Если компания начинает соблюдать закон постоянно, всегда и везде, что это влечет для компаний? Прежде всего это большое количество юристов, то есть соответственно должен быть юридический отдел или юридическое управление. Поскольку всем известно, что зарплата у юристов выше, чем по рынку в среднем, то такие затраты на юристов становятся для компаний достаточно значительными. Кроме того, мы можем говорить о том, что кроме значительных расходов на самих юристов, компания будет нести иные расходы по обеспечению законности. Она будет пытаться везде написать какие-то документы, подготовить массу инструкций, а это также требует большого количества рабочего времени не только юристов. И наконец мы можем говорить о том, что законность влечет за собой еще один очень важный последствия, а именно то, что если компания старается все время действовать по закону, то она будет терять очень много времени на консультации юристов и их претворения в жизнь. Если нужно привести какой-то пример того, как действуют многие большие компании, здесь можно привести такой пример, что даже в нашей столице, городе Москве, многие крупные строительные компании начинают эксплуатацию и подготовку строительных участков, еще не имея всех разрешительных документов на ведение строительства. Почему они это делают? Потому что сам процесс получения всех документов и разрешений очень долгий. А им важно быстро выйти на площадку, быстро построить, быстро получить деньги. Тем самым получается, что законность еще мешает бизнесу, поскольку требует больших временных затрат. То же самое относится к крупным сделкам среди компаний. Об этом нужно упомянуть отдельно, поскольку многие менеджеры и многие сотрудники компаний об этом часто забывают. Дело в том, что подготовка и проведение больших корпоративных сделок, слияний, покупок, поглощений, занимает большое количество времени. И в среднем можно сказать, что законное проведение такой сделки занимает от 7 месяцев, иногда это 8, 9, 10 месяцев. И соответственно это требует большого внимания от руководства компании, участия в этой работе юристов и иногда это мешает каким-то быстрым решениям, которые, как вы знаете, необходимы в бизнесе именно сейчас. Что такое законность с точки зрения компании, когда они нарушают эту законность? То есть когда они ведут свою деятельность не вполне законно. Это тоже очень жизненные проблемы, которые существуют на самом деле. И прежде всего, поскольку государство контролирует саму законность, то возникают проблемы с проверяющими органами. Это проверки, это штрафы, это тоже ранее мною помянутое приостановление деятельности. То есть если компания будет себя вести много раз незаконно, для нее то эта деятельность будет весьма убыточной. Соответственно, если компания действует не вполне законно, то у нее могут появиться проблемы с клиентами, с покупателями. Поскольку в нашей стране редакция закона о защите прав потребителей сделана именно в пользу покупателя, потребителя, то у компании могут быть большие проблемы с этим. И соответственно, далее эти проблемы перерастают в значительные судебные расходы, что опять коммерчески не очень выгодно для компаний. И наконец, если компания ведет свою деятельность не вполне законно, то этим могут воспользоваться конкуренты. Мы из многочисленных публикаций в нашей деловой печати много раз наблюдали и в последние годы тоже, когда вдруг у какой-то компании возникали внезапные проблемы с контролирующими органами. И при этом нельзя не отметить, что компания получала проблему длительного характера на 3, 4, 5, 6 месяцев. И при этом не вполне понятно было, откуда же контролирующие органы получили исходную информацию о каких-то нарушениях. Наверняка какое-то количество таких случаев вызвано именно конкурентами. И пока компания, которую проверяет, будет заниматься решением своих проблем, ее конкуренты могут в это время активно заниматься бизнесом и получить значительные преимущества. Таким образом, на сегодня что складывается с тем, как компании должны себя вести в России, быть законными или незаконными, что для них выгодно, а что для них невыгодно. Возникает достаточно интересная ситуация. Целиком обеспечить задачу соблюдения законности в России очень сложно. Это иногда связано с тем, что наше законодательство весьма противоречиво. В свое время, это было года наверное 4-5 назад, был очень интересный пример о том, как в отношении недвижимости действовали правила различных органов. Напомню этот случай. Противопожарная служба говорила о том, что окна первых этажей не должны иметь механических устройств, препятствующих покиданию помещений в случае возгорания. То есть пожарники говорили просто, окна должны быть свободны, если случится пожар, люди могут легко избежать пожара, просто выпрыгнув из окна. Но в то же время наша криминальная милиция все время настаивала на то, что окна первых этажей должны быть закрыты решетками, для того, чтобы преступность не могла очень легко залезть в окно, которое не защищено даже решеткой. и получалось, что компания при любом своем поведении, имея решетку или не имея решетки, она каким-то образом где-то нарушала закон. В моей практике мне приходилось сталкиваться с тем, что разъясняющие письма разных заместителей министра по одному и тому же вопросу кардинально отличались друг от друга. И опять компания, которая руководствовалась этими письмами, что бы она ни делала, она все равно получается каким-то образом противоречила позиции надзорного министерства. И все это приводило к тому, что компании затруднялись выполнять закон постоянно. Соответственно, что получается? Полностью быть законным, полностью выполнять требования всех законов российских сложно и чрезвычайно дорого. Но компании могут для себя ставить цель не полностью выполнять все законы, а полностью выполнять большую часть законов или часть самых важных законов. Тогда относительно рынка в целом, своего рынка, где они работают, или в отношении предприятий своей отрасли, они могут выполнять задачу относительной законности. То есть они могут выполнять законы не хуже, чем другие компании, которые работают на этом рынке. И тогда получается это с одной стороны не так и дорого и сложно, но с другой стороны это уберегает их от неприятного контроля со стороны государственных органов и уберегает их от происков конкурентов и иных своих недоброжелателей. Соответственно, в конце нашей лекции нам еще необходимо остановиться на одном очень важном вопросе. Исходя из упомянутых высших проблем в изучении права, а именно большой сложности и динамики, для того, чтобы работники компаний лучше понимали, что же делают юристы, нам нужно рассказать о самой простой модели использования права и работы юристов. Эта модель простая и наглядная, она позволяет четче понять, что делают юристы, зачем они это делают, почему они это делают. Если излагать ее просто, то получается следующее, юристы в компании и внешние юристы тоже занимаются в своей деятельности только двумя вещами, это правилами и конфликтами. Соответственно, когда юрист заключает договор или дает какую-то консультацию, что он делает? Он смотрит на какие-то правила и анализирует эти правила и порождает новые правила. Когда же юрист занимается претензиями или занимается подготовкой к суду или занимается какими-то походами в третейские суды, он занимается конфликтами. И, соответственно, большинство, подавляющее большинство деятельности юристов сводится к использованию и применению всего-навсего двух этих важных вещей. Это правил и конфликтов. Иногда это отдельно правила, иногда отдельно конфликты, иногда это все вместе. Соответственно, если юристы хорошо знают правила и юристы умеют работать с конфликтами, они могут принести своей компании очень большую пользу и правовыми средствами обеспечить этой компании устойчивое хозяйствование и значительную прибыль. спасибо за внимание. Спасибо за внимание. субтитры к использованию и применению всего-навсего двух этих важных вещей. Это правил и конфликтов. Иногда это отдельно правила, иногда отдельно конфликты, иногда это все вместе. Соответственно, если юристы хорошо знают правила и юристы умеют работать с конфликтами, они могут принести своей компании очень большую пользу и правовыми средствами обеспечить этой компании устойчивое хозяйствование и значительную прибыль. спасибо за внимание.